Весна в Казахстане, а вместе с ней, как подснежники, появились очередные коррупционные скандалы. Сезонные посадки тоже начались. Буквально недавно Антикор сообщил о задержании заместителя гендиректора Алматы Су. Его подозревают в получении взятки от местного предпринимателя в 75 миллионов тенге. Но, по данным следствия, намеревался чиновник получить намного больше 345 миллионов тенге. За эти деньги он якобы пообещал подписать акты выполненных работ по договорам госзакупок. Преступление, в котором его подозревают, считается тяжким. Сегодня в выпуске я расскажу о том, сколько денег экономит бюджет благодаря охоте на коррупционера. Это программа «Стоп коррупция». Меня зовут Артем Петров. Здравствуйте. Уже год, как у казахстанских предпринимателей, появился рычаг воздействия на госорганы. Рычаг, который заставляет чиновников выполнять свои обязательства и, проще говоря, работать как положено. С тех пор, как антикоррупционная служба запустила проект «Бизнес-кер-жол», государственная машина по работе с МСБ сдвинулась с места. Маленькие и большие проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, практически ежедневно стали находить свое решение. В антикоре говорят, что на особом контроле находится работа по пресечению незаконного вмешательства в деятельность бизнеса. В 2023 году наша компания выиграла тендер по оказанию услуги по замене кварцевого песка для фильтров бассейна. И мы свою услугу оказали, акты выполненных работ подписали. По договору у нас был срок, в течение 30 календарных дней они должны были оплатить наши услуги. Но прошло 45 дней, они не оплатили, и на все наши письма они отказывались, говоря, что не отказываются оплачивать, но надо будет подождать, так как бюджет не сформирован. Для нас это было странно, как они разыграли тендеры, если бюджета нет, не заложен бюджет. И на основании этого мы обратились в антикоррупционную службу с просьбой помочь решить этот вопрос с оплатой за оказанные нами услуги. Предприниматель обратился в антикур с жалобой и уже через два дня получил оплату за выполненную работу. Так оперативно начинают работать некоторые госорганы, когда на горизонте начинают маячить правоохранительные органы. Увы, но другого способа воздействовать на наших чиновников, видимо, пока нет. По итогам реализации этого договора со стороны предпринимателя все обязательства были исполнены. Вместе с тем со стороны коммунального предприятия данный договор не был исполнен в части оплаты. Соответственно, предприниматель к нам обратился, наш департамент. Мы провели встречу с приглашением уполномоченных сторон. И после данной встречи данный вопрос был решен. Оплату произвели в полном объеме. Организацией, которая тянула с оплатой, оказался столичный дворец школьников. Там объявили тендер на замену кварцевого песка в бассейне. Это нужно для очистки воды, чтобы дети плавали в безопасной среде. Объявить тендер объявили, исполнителя нашли, договор составили, предприниматель выполнил свою работу, а потом начались проблемы. Дворец школьников стал под разными предлогами оттягивать срок оплаты. Бизнесмен, устав ждать денег за свою работу, был вынужден пойти по инстанции. Однако администрация дворец школьников утверждает, что никаких законов и договорных обязательств она не нарушила. Мы не отказывались там, если по закону посмотреть, посчитать, 6 дней задержка была. Если это праздничный, после этого, пока поступление было, бухгалтерия за это задержала. А так услуга была оказана, все принято было. Мы вот в таком случае отказались. Но этого поставщику мы тоже объясняли, но он не стал ждать. В антикуре считают, что сотрудники дворца школьников лукавят, мол, у них не было веских причин задерживать оплату. Сам предприниматель объясняет, что бизнесмены нередко терпят убытки из-за нерадивых чиновников. Бабек Баймурзин не раз сталкивался с проблемами при работе с тендерами. И речь не только про задержки выплат. Например, из-за халатности и безответственности госорганов его предприятие и вовсе оказалось в черном списке. Так получилось, что он выиграл тендер на текущий ремонт здания. Однако в ходе заключения договора выяснилось, что заказчик требует капитальный ремонт. Как вы понимаете, это разные виды работы, совершенно разные расходы. И Баймурзин, естественно, отказался от тендера. Постоянная практика в государственных тендерах. Потому что есть такие тендера. Вот на данный момент, например, наша организация находится в черном списке. То есть в списке недобросовестных поставщиков. Из-за неправильного разыгрывания тендера. То есть заказчик неправильно разыграл, написал текущий ремонт. Потом в оконцовке это оказалось капитальным ремонтом. А капитальный ремонт, он отличается от текущего ремонта, так как требует государственной экспертизы, прохождение государственной экспертизы, смертной документации. Без него мы не имеем права делать этот вид работы. Но госорган отказ принимать отказался и подал в суд. В суде разбираться в деталях не стали и поставили предпринимателя перед выбором. Сделать капитальный ремонт или оказаться в черном списке. Брать на себя ответственность за капитальный ремонт предприниматель не стал. Резонно опасаясь, что этот вид работы ему не под силу. Таких нарушений очень много в государственных тендерах. Это всегда задержка оплаты. Это всегда задержка оплаты. Потом такое бывает, что они заказали один тендер. Мы ее выигрываем в феврале месяце. А договоры нам подписывают аж в мае месяце. Мы-то подаем с учетом того, что цена на металл, на дерево в феврале. Прайс берем на февраль месяц. А когда уже приходит май, нам, естественно, раздутый прайс дают. Уже невыгодно нам получается ее делать, выполнять. Вот такие моменты очень много в государственных тендерах. Центральный аппарат запустил проект «Бизнес Кежол» с прошлого года. В рамках данного проекта особое внимание уделяется превентивной работе. Именно направлено на исключение коррупционных рисков, которые препятствуют развитию бизнеса. Соответственно, таких кейсов бывает очень много. И мы путем направления писем, либо приглашения, так скажем, за круглым столом проводим такие встречи и уже на месте решаем. И эти все предпосылки, они могут привести к коррупционным проявлениям, так скажем. Только с начала 2024 года программа «Дорога к бизнесу» помогла решить 43 проблемных кейса и защитить 5000 предпринимателей. И это только в столице. Практически ежедневно бизнес сталкивается с нарушением прав со стороны госорганов. В большинстве случаев антикор ограничивается предупреждением или административным взысканием. Но бывают ситуации, когда без уголовного преследования не обойтись. К примеру, в Казалардинской области борцы с коррупцией задержали главу областного управления предпринимательства и промышленности. Он решил помогать бизнесмену и получать за это деньги. За крупную взятку чиновник обещал продлить контракт на добычу недр. А теперь он сидит за решеткой и уже вряд ли вернется на госслужбу. Нынче законы для коррупционеров ужесточили. Я очень благодарен антикоррупционной службе за их работу. И они действительно работу свою выполняют. Я сам убедился в этом. И непосредственно уже каждый раз при таких ситуациях уже стараюсь обратиться к ним. Прежде чем обратиться, я, естественно, заказчиков уведомляю о том, что я буду обращаться в высшестоящие инстанции и надзирательные органы. Но если от них ответа не поступает, то я, не переживая, сразу через сайт EU-TNSH пишу в антикоррупционную службу. Не секрет, и за 30 лет, больше 30 лет независимости нашей страны, малый и средний бизнес так и не стал драйвером экономики. Ну, это в связи с тем, что наша бюрократическая машина, она не дает развиваться бизнесу. Ну, сталкивается в первую очередь с бюрократическими препонами, которые искусственно создаются и на местах, и в министерствах. Ну, коррупционные какие-то деяния, очень тяжелое налоговое законодательство. Пользуюсь случаем, хотел бы вот именно подобный пример есть, да, обратить внимание каждого предпринимателя на то, что департамент, он открыт. Мы всегда на связи, у нас есть там колл-центр, антикор-центр, и любой предприниматель может к нам обратиться, и мы данный вопрос возьмем на контроль, будем прорабатывать, в том числе на удобной площадке для предпринимателя. И если необходимость будет приглашение уполномоченных государственных органов, мы как бы приглашаем и рассматриваем. В антикоррупционной службе напоминают, что у каждого предпринимателя есть возможность защитить свой бизнес и свои права всеми законными способами. И в очередной раз мы в нашей программе публикуем номер горячей линии. 14.24. Если вы бизнесмен и вы столкнулись с незаконными действиями госорганов, немедленно звоните на этот номер. Вы смотрели программу «Стоп коррупция». Прощаюсь с вами до следующего выпуска. Удачи! Прощаюсь с вами до следующего выпуска.